Дорогие друзья, решил я податься в лес на прогулку, в парк точнее, но у нас как лес. Послушайте, какие тут удивительные трели. Погода у нас комфортная, не холодно, не жарко, прохладно. Вчера был дождик, такой довольно сильный под вечер. Я не знал, что на нашей экологической тропе, оказывается, есть какие-то экологические зоны, и они имеют некоторые из них имена. Даже вон как интересно. Вот, дамы и господа, будете злоупотреблять гаджетами, будете как вот этот Кощей, не иначе. Видите, он смартфон к уху приложил, мы его не видим. Как-то он нестандартно его приложил, но факт остается фактом. Такой креатив. Ну, пройдемся, что ли, мухоморы? Куда же без мухоморов? Русская культура просто не может существовать без мухоморов. Легте на пол, 3-4. Это у нас, ах, это на беле, чем пиру у нас. Что белки приготовили для нас на пир? Сейчас посмотрим. Блин, не люблю все эти орешки. Обожаю. Но я не буду отбирать у бедных зверей последнее добро. Опа, рейнджеры. Так вот кто тут колью-то накатал уже фактически. Вы посмотрите-ка, чувак. Тут вообще-то ездить-то запрещено, то есть тут ездить походу одна лесная охрана только. Интересно, а где у них штаб-квартира? Надо на велике погонять. Я просто пришел прощупать трассу для велосипеда. Можно ли вообще ездить здесь где-нибудь по тропинкам, не грязно ли? Эх, небо какое, посмотрите, полюбуйтесь просто вы на это. Очень интересное обогащение среды продумано для белок. Среда и так тут довольно богатая, но здесь еще вот, видимо, им дополнительно сделали лестнички. Пойдем-ка мы по экологической тропе, сейчас будут перед нами разворачиваться прям пейзажи. О, шалашик Ленина. Это, собственно, он сам. Шутка. Вот это у нас чего на самом деле. Да, почему так много поваленных? Экология плохая, они хрупкие становятся, кора сухие. Ну да, могут быть поражены. Лес не очень здоровый у нас, хотя красивый. Ладно, не будем и грустным. Блин, хоббит меркнет. Вместе со всем фэнтези. От этого персонажа. Смотрите, сколько решимости в благородном лице. Это вообще гиловец какой-то. Креатив, собственно, продолжается. Нам предлагается, видимо, заглянуть внутрь, да? Сейчас посмотрим. О, тут прямо изба читальная на свежем воздухе. А, пупеть. Это ж 80-е, это ж классик, это детская поэзия. Пушкин. Так идешь по люсу? Бах, шкафчик, бах, в нем книги. Очень интересно. Во как, у нас тут импортозамещение в действии. Береги муравья, что-то ни одного не вижу. Они, видимо, переехали. О, как. Так, все очень серьезно. Ну, у нас, собственно, вот имеется памятник цирковой дрессуре. Безвременно ушедшей в связи с коронавирусом. Шутка. Аленушка и Иванушка. Сейчас посмотрим, что про них пишут. Ну, это это, Грета Тунберг, явно. Или как там ее зовут? Уральского разлива. О, колбасит-то пацанов. Ну, и листочки уже появляются. Здесь они меньше, чем в городе. В городе уже такие выросли. Сантиметра два-три. О, собственно, вот, что я искал. Это я ищу. О, бежали их. Потрясающе. Уже сейчас. Скоро их будет много. Ко всему парку. Один из характерных обитателей всех мест. Главная королева наших мест, собственно, гор. Спасибо Бажову. О, как. Нужно прочитать всю и предысторию. Все описания минералов тут. На стыке наук, что называется, текст составлен. О. Какая прелестюшечка. Смотрите, как креативно оформлены скамейки. Вот сама спинка даже. И рядом стоит камень для атмосферы. Здорово. Все, собственно, выход. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что вы еще хотели посмотреть про Урал, про его обитателей. Постараюсь показать и рассказать. До встречи.